Достигай Израиль и весь мир Шалом Алейхам, мир вам, возлюбленный! Синтия, рад, что сегодня ты с нами. До начала нашей передачи ты сказала мне, что Господь побуждает тебя взять с собой Библию. Зачем? Господь бросил мне вызов сделать кое-что. Он побудил меня стоять на Его Слове один месяц. Бог внушил мне перестать слушать другие голоса. Не слушай новости из соцсети, смотри на Писание и слушай только меня. И я согласилась принять этот вызов. Я знала, что надо все поменять. Бог бросил вызов. Читай Библию и говори стихи из нее вслух целый месяц. Я произносила эти стихи вслух каждый день. Я увидела себя во Христе. Аминь. Испытания могут быть благословением в камуфляже. Когда мы проходим испытания, они заставляют нас подняться. Взять Слово Божие, увидеть Божие Слово, начать использовать свою веру и провозглашать ее над своей жизнью. Бог использует испытания, чтобы поднять нас на новый уровень, чтобы обучить нас, чтобы укрепить нашу веру. Бог побудил меня поймать его на Слове. Он напомнил мне, я не человек, чтобы лгать. Мои обещания — это да и аминь. В эти 30 дней я заметила. По прошествии месяца во мне поднялась радость. Барухашем, мне не терпится начать третий сезон мессианских пророчеств. Я хочу ободрить вас, если вы не смотрели первый и второй сезон этого цикла, найдите его на Ютубе или на нашем сайте, потому что в этих циклах я заложил важные основания для понимания мессианского пророчества. Я не буду рассматривать все это подробно, но если вы не смотрели первый и второй сезон, или если вы нуждаетесь в напоминании, я хочу напомнить, что в первых двух сезонах я начал объяснять природу мессианского пророчества. Она намного сложнее, чем кажется многим. Многие считают, что все мессианские пророчества обладают предсказательной природой. То есть люди считают, что есть 300 пророчеств о Мессии Ветхом Завете, и что все 300 этих мест являются предсказаниями о том, что исполнил Мессия, когда пришел на Землю. Но на самом деле не все мессианские места обладают предсказательной природой. В сегодняшнем выпуске и далее мы сконцентрируемся на этих местах. Но в первом и втором сезоне я говорил о том факте, что большая часть этих мест не предсказательная, а показывают, как Иисус исполнил всю еврейскую Библию через прообразы. Яшуа, Иисус, Мессия, будучи божественным представителем Израиля и царем, повторяет большую часть истории Израиля в своей жизни. Я прошелся по жизням патриархов и других ключевых библейских личностей Танаха и показал, как их жизни были прообразами Мессии и Иисуса. Например, мы рассматривали Авраама и его историю. Он отдал своего единственного сына Исаака отцу. Мы рассматривали, как жизни Авраама и Исаака были прообразами того, как Бог Отец пошлет своего сына. Мы рассматривали Авраама как прообраз отца, а Исаака как прообраз Иишуа, который добровольно отдал свою жизнь. Мы рассматривали жизни других библейских личностей, вроде Моисея. Писание говорит, что Господь сказал Моисею, «Моисей, я подниму между братьями подобного тебе, и тот, кто не послушает его, будет отрезан». Мы говорили о том, что Иишуа – это тот, о ком Господь пророчествовал Моисею. Мы рассматривали и другие прообразы. Мы рассматривали тему крови в Торе, и то, как разные жертвы в Торе указывали на высшую жертву, которую совершил Иисус, когда пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли обрести отношение с Богом. Мы рассматривали левитов-священников, рассматривали историю медного змея, и как дети Израиля должны были посмотреть на медного змея, которого подняли для того, чтобы они не умерли. И когда они смотрели на этого змея, то получали исцеление. Я также говорил, что этот медный змей является современным символом медицины. Многие не знают, что современный символ медиков в США – змей, который обвился вокруг посоха. На самом деле, связан с этой историей и Торой. Мы говорили о том факте, что Иешуа вспоминал об этом событии, говоря, что «как дети Израиля смотрели на змея, так каждый, кто посмотрит на Сына Человеческого, когда тот будет вознесен, спасется». Все те пророчества, про которые я говорил только что, не обладали предсказательной природой. Они не говорили нам, например, в каком городе родится Мессия, в какое время Он придет. Они были прообразами. Они показывали нам, что жизни патриархов были прообразами жизни и служения Иешуа. Я также говорил во втором сезоне о типологических пророчествах. И вот что я имею в виду под типологическим мессианским пророчеством. Типологические – это такие, которые исполнились в определенной степени, но в полноте исполнились в личности Иисуса. Пример тому – это Исаия, 7 глава. «Се дева во чреве примет и родит сына». А затем говорится, что этот ребенок станет правителем, ключевым человеком для Израиля. Наши еврейские богословы говорят, что этот ребенок, о котором говорит Исаия в своей книге 7 главе, 14 стихе, уже родился. Большинство богословов считают, что это был ребенок самого Исаия. Но в Новом Завете мы говорим о том, что этот стих был не про сына Исаия, или языки, как считают некоторые, но что этот стих про Иешуа, именно он – тот сын, которого мы ожидали от Дева. Так что же, и то, и другое. Пророчество из Исаия, 7 главы, 14 стиха, исполнилось в меньшей мере при жизни Исаии. Оно могло исполниться в сыне Исаии или языке. Богословы расходятся в мнении о том, о ком именно было это пророчество. Но в полноте это местописание исполнилось, когда Мириам, или Мария, мать Иешуа, родила его. Типологическое пророчество – это пророчество, которое исполнилось частично в еврейской Библии. Но в полноте оно исполнилось лишь в личности и служении Иисусу. Опять же, не все мессианские пророчества обладают предсказательной природой. Это непросто. А вот почему, как мы читаем в Евангелии от Луки, 24 главе, Иисус провел своих учеников через закон Иссея и все книги еврейской Библии, чтобы показать, что написанное там на самом деле было о нем. Мессианские пророчества не всегда бросаются нам в глаза. Нам нужен Дух Святой, чтобы увидеть то значение Писания, которое находится под поверхностью, чтобы увидеть личность Иешуа и скрытые пророчества. Писание говорит, что Иешуа показал им закон Моисея, пророков и псалмы. А после этого он открыл им глаза, чтобы они увидели, что все эти места Писания на самом деле указывали на него. Позже ученики сказали, не горело ли в нас сердце наше, когда он изъяснял нам Писание. Смотрите на это так. В итоге, вся Библия должна указывать на личность Иешуа. Иными словами, личность Иисуса — это то, на что указывает Библия. А когда мы понимаем, что вся Библия указывает на Иисуса, мы можем лучше понять, как все эти прообразы и библейские герои, о которых мы читаем в Торе, пророках и псалмах, указывают на самого Иисуса. Ведь суть Библии — указывать на Него. Я подробно рассматривал все эти вещи в первом и втором сезоне Мессианского пророчества. В первом и втором сезоне я говорил о том факте, что большая часть мессианского пророчества непредсказательная, а показывает, как Иисус исполнил всю еврейскую Библию через прообразы. Иешуа, Иисус, наш Мессия, будучи божественным представителем Израиля и царем, повторяет большую часть истории Израиля в своей жизни. Сегодня я хочу сказать вам самую простую и в то же время самую важную вещь. Иисус любит вас. Я хочу задать вам вопрос. Я хочу, чтобы вы были честны с Богом. Кого Господь обличает сегодня в сердце? А вы должны отпустить кого-то и простить. Если это вы, то поднимите сегодня свою руку. О, вас так много! Я ощутил, что Дух Святой побуждает меня уделить все время вопросу прощения тех, кто ранил нас. И я хотел повести этих людей в молитве. Я поведу вас в молитве. Я хочу, чтобы вы вышли вперед. А вы ходите поскорее. Мы помогли людям понять, как прощать. Я показал, как Иисус умер на кресте. Одна из последних фраз, которую Он сказал, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Мы объяснили людям, как высвободить это прощение в отношении тех, кто ранил их. А закончили мы поклонением закланному Агнцу из Откровения 5-й главы. Поднимайте руки и поклоняйтесь Ему. Давайте. Давайте. Все вместе. Сегодня, в третьем сезоне, я хочу начать наш путь по так называемым предсказательным пророчествам. Под этим термином я имею в виду конкретные провозглашения, конкретные местописания в Библии, которые дают нам практически научную информацию о том, где родится Мессия и когда Он умрет. Я имею в виду вещи, которые мы можем измерить. Да, все это соответствует науке. Мы понимаем их предсказательную природу и можем объективно заявить, что Иешуа исполнил их. Давайте начнем рассматривать предсказательные пророчества. Сегодня мы откроем Михея 5-ю главу, 2-й стих. Не забывайте, что еврейская Библия говорила нам о том, что Мессия будет вечным. Прежде чем прочитать Михея и другие местописания, я хочу сказать, что в иудаизме традиционные евреи верят в пришествие Мессии. Это один из 13 столпов веры иудеев. Маймонит изложил 13 столпов иудейской веры. Один из них — вера в пришествие Мессии. Это часть еврейских основ веры. Но евреи не верят в то, что Мессия вечен. Они не верят в то, что Мессия — это Бог во плоти. Они считают, что Мессия — просто человек. На самом деле, в иудаизме часто учат, что в каждом поколении есть потенциальный Мессия, и все зависит от климата в иудейском народе, их уровня духовности, того, насколько серьезно они относятся к Торе. Они считают, что именно это определяет то, появится ли потенциальный Мессия или нет. Традиционный иудаизм учит тому, что Мессия будет простым человеком, и что его миссия будет состоять в том, чтобы вернуть евреев к соблюдению Тора. Их взгляд на Мессию отличается от взгляда верующего в Иешуаха Машеаха. Мы верим, что Мессия — не просто человек, но также Бог. Важно отметить, что, говоря о том, что Иисус на 100% Бог и человек, мы не утверждаем, что Бог — это человек. Но мы говорим, что вечный Бог облегся в человечество. Я говорил в предыдущем сезоне этого цикла, что мы видим жизнь Авраама в книге Бытия или Брешит. Мы читаем о том, что внезапно перед его шатром у Дубравы Мамре появилось три человека. И один из них, как сказано в еврейском тексте, был «Юдхей вавхей». Это четыре еврейские буквы, из которых состоит личное имя Бога, которое Бог открыл Моисею, сказав, «Моисей, твои праотцы, Авраам, Исаак и Иаков, знали меня как Эл-Шадая, как Бога Всемогущего, но Моисей. Я открою тебе свое личное имя». И тогда Бог дунул на Моисея, открыв ему свое личное имя. Мы не совсем уверены в том, как оно произносится. Исследователи Семитского считают, что оно произносится как «яхве». Опять же, это слово состоит из четырех букв. «Юдхей вавхей». В книге «Брашит» мы видим, как эти трое приходят к шатру Авраама, и одного из этих людей называют «Юдхей вавхей». Что тут происходит? Неужели мы называем Бога человеком? Нет. Мы говорим, что Бог явился в облике человека, что вечный Бог облегся в плоц. Мы, мессианские верующие, люди, которые верят в Мессию или Христа Иисуса, отличаемся от традиционного иудаизма в том, что мы понимаем, что Мессия вечен. А традиционный еврейский мир не считает Мессию Богом, который принял облик человека. Но, несмотря на убеждения современного иудаизма, я хочу показать вам в Писании, что говорит Бог еврейской Библии. Мы откроем книгу Михея, пятую главу, второй стих. Послушайте Слово Божие. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, одни вечных». Господь говорит, «Иуда, от тебя произойдет тот, кто родится в Вифлееме». И кто же это? Это тот, который происходит одни вечных. Когда мы смотрим на мессианские пророчества, на то, что еврейская Библия говорит нам о Мессии, мы узнаем у пророка Михея, что Мессия будет вечным. Несмотря на то, что традиционный иудаизм не понимает вечную природу Мессии, мы понимаем, и мы видим, что она базируется на еврейском писании. Послушайте, что сказал Исаия еще один еврейский пророк. Мы читаем 9 главу, 6 стих. Пожалуйста, посмотрите на Слово Божие. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». И снова Исаия пророчествует о сыне, который будет нам дан, и как этот сын, который будет дан Израилю и миру, будет назван Богом крепким, отцом вечности, князем мира, Богом крепким, советником и чудесным. Мы видим в еврейской Библии, что Мессия будет вечным. Иешуа исполнил это мессианское пророчество. Послушайте, что нам говорит Иоанн в своем Евангелии, восьмой главе, 58 стихе, цитируя нам слова Иешуа. «Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есм». Здесь Мессия говорит о том, что Он вечен. Кроме того, в Евангелии от Иоанна мы видим настолько явные слова, что не можем упустить их. Вот что говорит Слово Божие. Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 14 стих той же главы говорит, «И Слово стало плотью». Мы говорим о мессианских пророчествах, о том, что еврейская Библия говорит о том, что Мессия будет вечным, самим Богом. А теперь в Иоанна 1.1 мы видим, что вначале было Слово, Слово Божие, и Слово было Богом. А в 14 стихе говорится, что это Слово стало плотью. Вот кто такой Иисус. Он Бог, облегшийся в человечество. Я хочу, чтобы вы задумались над этим в завершении нашей передачи и представили те благословения, которые мы можем получить от этого. Мы не просто видим здесь, как мессианские пророчества исполняются, чтобы укрепить нас вере. Все это позволяет нам понять, что наша вера в Иисуса основывается на книге бытия. Я также хочу, чтобы вы услышали, как применить это практически, благодаря тому, что Иешуа на 100% Бог и понимает Бога, будучи Богом. И благодаря тому, что Он на 100% человек, Он может полностью понимать нас, рожденных людьми. Благодаря всему этому, Он становится совершенным посредником между Богом и человеком. Он связан с Богом, потому что Он Бог. И Он связан с людьми, будучи на 100% человеком. Все это позволяет Ему быть идеальным посредником, мостом, который позволяет привести нас, людей, в отношения с Богом. Иисус — это путь. А вот почему Иешуа сказал, «Я и сам путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он — мост к Отцу. Он взял наши грехи. Если вы хорошо знаете себя, то поймете, что внутри вас есть зло. Злые мысли, злое отношение, мысли ненависти и обвинения в отношении других. Я говорю о лжи эгоизма, с которой нам постоянно приходится бороться. О вещах в нашей жизни, которыми мы не гордимся. Но радостная новость состоит в том, что Иисус взял все это зло, ведь наш грех отделял нас от Бога. Он понес Его в Своем теле на дереве. Он забрал все наши грехи. Хоть наши грехи были как темнейшая ночь, Он сделал нас белыми, как снег. Благодаря тому, что Иисус понес наши грехи на кресте, будучи на 100% Богом и человеком, мы с вами можем стоять перед Господом святыми и праведными. А все потому, что Иисус понес наш грех в Своем теле. И мы можем стоять перед Отцом святыми и непорочными в любви. Отец Небесный, я благословляю сегодня Твоих детей. Отче наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за мессианские пророчества. Отче, мы благодарим Тебя за учение, которое укореняет нас в Слове Божьем, потому что оно дает нам уверенность стоять перед Тобой, зная, что Иисус забрал наш грех. Благодаря Иисусу мы стоим перед Тобой святые и непорочные в Твоей любви. Спасибо, Отче, Царь Иисус, наш Мессия. Мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, Авва, во имя Иешуа. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновить других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вы когда-нибудь чувствовали себя далекими в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и вы узнаете, как Бог использует эти времена, чтобы приблизить нас к себе. Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда. Когда я только принял спасение в 78-м году, я знал, что Бог суверенный, что Он творец, и Бог вложил в мое сердце любовь к Нему, но я не понимал, что Господь ждет, чтобы я отвечал взаимностью на Его любовь. Я обращался к Нему как к Богу Всемогущему, но я не понимал того, что Бога трогает. Когда я по собственной воле принимаю решение любить Его, я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю Землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Если наше служение благословляет вас, если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537-ки. На земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.